В детстве, лет в шесть, наверное, я точно сказала, что буду экономистом. Я закончила финансы и кредит. До этого, когда еще училась, после третьего курса лета я работала в сибирской консалтинговой группе. Единственная, по-моему, компания была в Барнауле, которая занималась бизнес-обучением. Я там и вообще познакомилась, что такое тренинги. Были тренинги по продажам, были очень большие тренинги Майкла Бэнда. Проработав шесть лет в банке, у меня там была хорошая карьера, я поняла, что мне нужен другой масштаб деятельности, абсолютно другой, который бы не исковывал, не ограничивал бы меня в моем творчестве. Я просто ушла в никуда. И как раз в этот момент мне предложили купить бизнес сибирской консалтинговой группы, то есть той компании, где я работала до этого. Начала я смотреть, что же там все-таки есть, какая клиентская база, какие договоренности со спикерами, какие программы и так далее. Поняла, что если тебя как личный спикер не знает, клиенты к тебе не пойдут. Получилось так, что я открыла свое агентство и, соответственно, набрала новый пункт спикеров. Все с нуля. Агентству четыре года. За четыре года у нас, конечно же, было очень много программ различных. Я горжусь каждой из программ. Это Радислав Гандепас из известных очень, Игорь Ман, даже Александр Рогов, который из сферы мода и стиля. Мы также привозили его из Дуфурора в Барнауле. Но визитная карточка и именно тот спикер, по которому меня узнают, это, безусловно, Максим Бадарев. Когда я поняла, что буду делать, организовывать свою компанию, я написала ему в Инстаграм, что хочу с ним работать. И вот так у нас вот завертелось. Сейчас мы работаем в формате проекта. То есть, что это означает? С декабря 2019 года мы не имеем офис, не работаем в офисе, как стандартная фирма. То есть, работаем под проект. На 2020 год я поставила два проекта. Это было очень такое удачное стечение обстоятельств, какое-то наитие, не знаю, знак свыше, что именно я так сделала. Потому что, в отличие от остальных провайдеров и вот таких же компаний, как я, у меня не было потерь. Я считаю, что это был мягкий выход. Это было такое время трансформации для всех. Сейчас мы ждем, на самом деле, открытия полных форматов. Потому что, вот на данный момент, возможно, только 50% посадки, да, с обведением социальной дистанции. Но у нас Барнаул не славится, да, наличием большого количества залов с такой рассадкой, при которой бы рентабельно было проводить проект. Для меня мой бизнес – это стиль жизни. Я счастливый человек, у которого хобби, да, и любимое дело, то есть стала бизнесом. Когда я работала по найму, я, допустим, понимала, что я сейчас работаю, отдаю там себя, свое время, ну, и мне за это платят. То есть вот такая какая-то ровная мера, и все. А то, что я это сделала великолепно, или очень классно, или очень профессионально, и постаралась себе это сэкономила, там, да, деньги кому-то, то есть кто не оценит. Зачастую мы иногда боимся себе признаться, чего мы хотим точно. Но как-то меня приняло, что жизнь одна, и никто, кроме меня, не может быть режиссером этой жизни. Все в моих руках, абсолютно все я могу сделать. Субтитры создавал DimaTorzok